57-летняя женщина погибла в огне в одном из садовых обществ в набережных Челнах. Пожарных вызвали соседи в половине восьмого вечера, увидев дым из домика. Очевидцы предполагали, что внутри него находятся люди. До прибытия пожарных подразделений дачники пытались потушить огонь самостоятельно. Однако сделать это им не удалось. Алина Бережная продолжит. По словам соседей, владельцы 25-го участка за дачи следили. Зимой тут не жили, приезжали только в сезон. И то периодически. Так было и в этот раз. Хозяев садоводы видели днем, поэтому как только заметили, что дом загорелся, предположили, что внутри остались люди. Техника безопасности написана кровью. У нас уже все это отработано. Поэтому пока расчеты едут, мы отливаем своими силами. Соседние домики спасли. То есть только поплавилась внешняя изоляция. Вот вчера у них был юбилей у хозяина. Они, видимо, хорошо посидели. Он уехал, а у него сил не хватило, и она осталась. Вот, к сожалению, навсегда. Опасения дачника подтвердились. В ходе разбора строения спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело 57-летней женщины, жены хозяина дома. Со слов соседей, значит, было установлено, что в 19 часов примерно 20 минут увидели, что горит, значит, открытым пламенем дачный домик. Вот, после чего сразу, значит, сообщили в пожарную охрану. В результате пожара, значит, сгорел садовый дом на площади 20 квадратных метров. По словам председателя в садовом товариществе «Градостроитель-2», пожары происходят примерно раз в год. Основные причины – это перекал печей, либо неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения. В этот раз предполагаемой причиной пожара стала неосторожность при курении. Алина Бережна, Елена Камалова, Эльдар Шайдулин, Вызов 112.